Во дворце профсоюзов областного центра работает порядка 20 творческих коллективов. Образцовый ансамбль эстрадного танца Ассорти и народный цирковой коллектив «Давгалы». Старейшие из них яркие, самобытные, талантливые. Воспитанники этих студий участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся в городе Бресте, радуют своими выступлениями и за его пределами. Поклонников у коллективов немало, а потому 35-летие – дата важная и для артистов, и для руководителей, и, несомненно, для зрителей, которых в этот день собралось огромное количество. Действия, происходящие на сцене, завораживала. Магия танца и цирка погружала в мир волшебства. Накануне юбилейных мероприятий съемочная группа «Бук-ТВ» побывала в закулисье коллектива «Давгалы». Несомненно одно – стать артистом этого непростого жанра может далеко не каждый. Порядка 20 брещан часами не выпускают из рук булавы, шары и обручи. Перед вами те, кто умеет ходить на ходулях, мастерски жонглировать и устраивать огненное шоу. Здесь нет какой-то планки, что вот я вот уже что-то могу и мне этого хватит. То есть здесь все время идет рост какой-то. Научился одному – учишься другому. Научился что-то в этом жанре. Можно освоить всегда другой жанр. В «Давгалах» растят будущих звезд мирового уровня. Многие воспитанники стали профессиональными артистами и уже работают на аренах мировых цирков. В России, Канаде, Китае – «Давгалы». Мало кто знает, что смысл заложен в самом названии студии. Оно далеко не случайно. Имя коллектива было унаследовано от фамилии династии труппы бродячих артистов, работающих на территории Беларуси, на протяжении 400 лет. Продолжать традиции старого цирка, внедря новые методы и формы работы – это миссия «Давгал» сегодня. Будем рады, если кто-то к нам придет, даже не имея какого-то опыта. Или имея какой-то опыт в других сферах деятельности. Потому что мы всегда рады чему-то научиться новому. И сегодня дизи воспитанников небольшого, но слаженного коллектива продолжают заниматься цирковым искусством. К примеру, Ксения Бычкова. Свой талант она переняла от отца. Говорит, что искусство удивляет, развлекать и смешить. Нужно учиться годами. Сейчас я не только артистка народного циркового коллектива «Давгалы». У меня уже есть своя студия холлокупинга. Мы с девочками крутим обручем. Это отдельное, как ветвь цирка. Это отдельное направление уже, целый жанр. Трудно начать, трудно объяснить ребенку, как что-то нужно делать. Но как только объяснишь, как только первые шаги получаются, они уже сами заинтересовываются. Им хочется все больше, больше и больше. Цирк занимает в моей жизни очень много времени. Все свободное время я стараюсь посвящать ему. И кроме учебы, вот у меня цирк и учеба. Жонглирование холла-хупинг. Этим жанром циркового искусства здесь уделено максимальное внимание в программу. Обучение входит не только в различные виды циркового искусства. Проводится занятие по хореографии, прыжкам на батуте, цирковой акробатике и танцам. Осваиваются также нетрадиционные направления. К примеру, недавно воспитанники студии начали овладевать фаер-шоу. Артисты этого жанра зажигают огонь, чтобы зажигать сердца. А что зажигает их самих? Зажигает, как лично меня, две вещи. Это сам огонь и реакция зрителей. Потому что все смотрят на тебя с открытым ртом, потому что это так круто, опасно. И это опасно всегда привлекает, наверное, людей. Потому что не каждый сможет найти в себе смелость и пойти на такой шаг. В копилке памяти эстрадного танца Ассорти народного циркового коллектива «Давгял» сотни номеров, ярких выступлений и запоминающихся программ. В копилке достижений немало трофеев, грамоты, дипломы, благодарственные письма, которых в день 35-летия стало гораздо больше. Но главная награда для артиста – это признание и любовь зрителей. Ты не найдешь хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Нариса Смолович, Виктория Саченко, Андрей Щербан, Памуковкин. Телекомпания БУК-ТВ.